Искать Господа Бога. Это актуально было для них тогда, для нас сегодня. Не просто читать Писание и не просто молиться в одном направлении, как молится большинство верующих, к сожалению. Писание использует одно интересное слово, его на иврите произносят как лехагот или лагия, прийти, приходить, идти по пути. И в первой главе псалмов, или в первом псалме там сказано, блажен человек, который, лехагот использует это слово, размышляет о слове день и ночь. Если мы переводим эти слова с иврита, то смысл, который там дается, размышляет, то есть мидбонен, размышляет вникая. Что-то похожее на медитацию. Просто медитация в устах верующих звучит как принадлежность йогов, индуистов, оккультистов. Но на самом деле в Библии присутствует момент медитации. И там даже в этом псалме указано днем и ночью или с иврита утром и вечером. И это как бы дает настрой, когда человек проникается ощущением, когда он сосредотачивается на Творце, когда его вера становится не только механическим инструментом показать, что вот я где верующий человек, но когда у него внутри вырабатывается чувство связи с Господом Богом. Уровень, когда ты хочешь его. Не для того, чтобы чего-то получить или чего-то отдать, чего-то заслужить или к чему-то подойти большему. А просто я хочу его. Я хочу его. Вот этот момент очень напоминает связь между мужчиной и женщиной, между женихом и невестой, когда горит любовь и мне не надо многого. Мне просто приятно быть рядом. Лехагот. Это то, что включает жизнь внутри нас. Это значительно больше, чем механическое чтение Библии и молитва в одну сторону.